приветствую вас дорогие друзья сегодня уже по моему понедельник 14 августа если я не ошибаюсь давно мы с вами не общались тяжело мне было выходить в эфир о чем-то рассказывать как-то не было настроение я оставляла в сообществе пост о том что к сожалению наша девочка каркуша не выжила их ушла на радугу 8 августа и сразу стало как-то на душе очень очень тяжело и я несколько раз пыталась снять это видео но не получалось у меня слезы душили как-то нужно было наверное время чтобы успокоиться и выйти к вам в эфир наверное это время прошло все-таки время лечит но я хочу сказать что я плохо перенесла эту потерю в общем как-то разболелся желудок расстроился желудок и гастритная боль возобновилась и как-то была слабость и голова болела в общем было тяжело первые три дня так вообще вот ну что поделать жизнь продолжается берегите ваши нервы как-то нужно абстрагироваться от ситуации когда теряем животных когда теряем близких хотя это очень тяжело это скорее всего легко сказать но очень тяжело сделать не смогли мы спасти каркушу нужно было немножко раньше у нее видимо кроме глистов блох и лишаев я даже потом уже обнаружила лишай на хвостике даже у нее по-видимому был еще и вирус вирус который нещадно ее уничтожил у нее было по всей видимости очень сильное сердце и она долго очень долго боролась за жизни мы боролись и надя низко кланяюсь и в ноги это я уже не устану повторять это просто врач от бога но вирус победил я вообще не представляю сколько времени она вот так вот была уже больна и три дня она прожила у нас она ничего не кушала но тем не менее как-то желая и там вливала водичку вот как-то впихивала корм после уколов она перестала у неё рвота прекратилась и я надеялась что идет на поправку но я видела что только ушла рвота аппетит не появился в ней видимо была температура и ну в общем вирус победил вирус победил к сожалению но жизнь продолжается я как-то опустила руки после этого и сказала себе что больше я не буду никого спасать никому помогать я имею ввиду животным но скорее всего это была минута слабости потому что очень тяжело терять когда столько вложено сил и надежд но к сожалению увы и ах ладно давайте будем переключаться нам более позитивную ноту еще хочу сказать что ничего просто так видимо нужно было это мне перенести чтобы еще раз переоценить жизнь еще раз вспомнить что нужно наверное больше внимания уделять близким а то мы все все заняты заняты нужно чаще приходите в гости друг другу хотя бы кратным и близким больше общаться отложить все дела потому что видите как раз и в любой момент жизнь может оборваться поэтому берегите друг друга берегите своих животных берегите родных больше общаетесь больше встречайтесь но а я сейчас переключусь на фронтальную камеру и покажу как чем мы занимались что мы сделали в общем дальше будет более позитивная часть видео кстати хочу показать вам наконец-то получила я через авито заказывала вот стекло для нашей летучей мыши но пришло она с браком в общем вот там с той стороны не знаю вот видите вот прям как будто вот с этой стороны это гладкая когда я его мыло с той стороны как будто прям вот можно порезаться вот такая такая вот штука не знаю сколько она прослужит в общем не увидели сразу при получении можно было отказаться конечно ну да ладно 350 рублей стоит стоило стекло и 10 рублей доставка авито то ли акция там какая-то была то ли еще что-то я первый раз заказывала вот через авито доставку но заказывала через боксбери через москву то есть лёшек получал в москве но и потом соответственно привез это стекло сюда к нам в дом вот светит лампа теперь отлично но почему-то я не могла одеть вот там еще такая штука должна идти внутри лампы вот только без этой штуки одевается вот это стекло ну работает да и работает главное ветром не задувает все хорошо мы уже отдыхали в общем вечером смотрели на звезды при лампе в общем пока устраивает сколько прослужит столько и прослужит начался сезон помидор здесь вот я отобрала такие вот более-менее мелкие сливки ну и мелкие помидоры а завтра хочу закрыть по рецепту пальчики оближешь с луком вот здесь вот спеют вот эти вот розовые помидоры и вчера я закрыла уже томатный сок вот здесь вот в терраске не стала даже спускать в погреб в общем семь с половиной литров томатного сока здесь потом там воду меня три бутылочки еще стоит и огурчики здесь вот закрываю сейчас взяла ведром и мне надо лук собрать и пойти собрать огурцы огурцов очень много в этом году так что вот сейчас огуречно-помидорный сезон когда был лёшек съездили купили еще вот такие баночки полутора литровые такие красивенькие с интересными бортами вот я вам сейчас покажу не знаю видно будут вот видите какие интересные баночки по 42 рубля без крышки естественно я люблю крышка которая без ключа закрывается просто завинчивается вот вот такие банки мне нравятся вот брали три упаковки по 9 штук уже одной упаковки у меня нет даже вот начала уже вторую упаковку правильно вы мне там писали банки покупаем каждый год куда они деваются вот я еще подумала ну как это вот каждый год банки вот действительно друзья вы были правы наверное каждый год буду докупать банки у нас прям сейчас вот прям на глазах только было пасмурно и сейчас вот прям распогодилось мое голубое небо с облачками ах как же красиво здесь вот уже вырисовываются вот эта клумбочка вот еще будет заборчик здесь и как красиво цветут вот эти хризантенки летние причем так ну и давайте пройдем покажу я вам урожай лука в этом году мебель сейчас все сюда сдвинула потому что уже скоро может быть даже завтра начну выкладывать плиточку на днях лёшек привез зоки сухую смесь 20 мешков в общем можно за работу а вот такой вот у меня урожай лука в этом году мы с анечкой его перебрали поотрезали сухие кончики вон там ботва от лука лежит надо будет потом ее сжечь вот ну хороший 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 урожай лука лучок здесь у меня лежит уже наверное дней 10 точно лежит если не две недели вообще я не замечаю как летит время но давно лежит я вот там полиэтиленом его укрывала и затеняющей сеткой укрывала когда слишком пекло ну вот смотрите сами лучок оделся вот я уже взяла мешочек начинаю здесь его складывать вот в общем урожай лука знатный здесь такой отборный лучок сухой отборный это то что будет хранится в зиму а вот здесь это то что вот как раз буду помидорчики закрывать буду брать резать здесь такой что ну вот не будет лежать хоть он и сок ну так скажем больной что ли немного стрелы не успела я вырвать стрелы он пошел как-то серединка стрела ну в общем такой вот это то что нужно скушать сразу вот такой урожай лука ну а теперь давайте пройду покажу чем занимались с лёшиком да я научилась работать с виброплитой теперь мне не нужно ждать лёшика я научилась включать эту чудо технику и уже сама все это утрамбовываем вот смотрите богомола вам покажу я уже его видела здесь не стала его убивать пусть живет вообще очень странно и странное животное так пойдемте вам покажу какая здесь уже какой порядочек какая красота узнаете здесь я значит опять чистила все вот даже по той стене вы видите какой здесь был бугор все это я выровняла и здесь вот была страшная не канализационная очень был страшный чугунный люк который был тоже на бугре с дырками и как бы в общем там у нас вода это колодец воды яма здесь глубокая выложена красным кирпичом вот и засыпать ее мы не стали здесь можно в общем здесь стоит кран можно закрыть если что-то случится в доме можно здесь закрыть и еще вот там через дорогу наш колодец но я не знаю в каком состоянии там находятся краны в том колодце а здесь раньше у бабули была колонка ну а потом уже новые хозяева которые делали ремонт в этом доме они поставили отсекающий кран а здесь стояла вот такая вот чугун видите такая крышка неподъемная и вот такая такое основание вот еле-еле мы это все перетащили сюда пластиковый или пока это песчано-пластиковый люк 1250 стоит на полторы тонны этот люк можно было купить помощнее там есть на три тонны все таки мне больше нравится квадратный вдруг мы захотим здесь выкладывать плиточкой чтобы ну было попроще это делать вот я значит здесь все расчищала возила землю готовила вот эту площадку алешек приезжал мы уже здесь занимались с люком целый день потратили чтобы поменять вот тот тяжелый и страшный укрепить вот эту саму дырку дырку мы укрепляли вот этими поребриками три штуки нам понадобилось ну вот такой квадрат делали основание на котором лежит вот этот люк в общем здесь все сейчас более-менее культурно а вот там вдоль соседской стены я планирую сделать такие из досок кашпо как в кафе я вам показывала и там будут расти цветочки и закроется вот это все некрасивое все там будет красивенько здесь может быть поставим скамейку скамейк много не бывает вот получилось вот такая парковочка у нас и со временем возможно вот здесь мы будем делать вот такую вот такой навес полукруглая может быть квадратный не знаю чтобы здесь в будущем стояла машина и ее не начало сверху дождем снегом градом ну это будет не скоро пока у меня как раз хватает чтобы засыпать вот здесь кусочек здесь кусочек вы видите здесь лежали поребрики которые я сегодня перетащила порт туда убрала полет на котором они лежали и вот здесь выкопала землю убрала грунт мне нужно купить кусок геотекстиля здесь его положить вот видите и как раз засыпать оставшимся щебня вот так сейчас смотрится наша придомовая территория вот и как раз здесь я думаю что мне как раз прям впритык хватит вот этой кучки щебня чтобы засыпать вот тот клочок песка тоже осталось немножко может быть мы его куда-то перевезем здесь вырву вот эти все траву и разровняю то есть берется будет вот такая вот эти кучи эту яму засыпят и получится красота может быть со временем засажу здесь такие есть цветочки интересные там вот по улице живет женщина кстати дом продает вот я возьму эти цветочки мне понравились я потом вам покажу такой прям цветной ковер стелется вот они не растут вверх стелятся ковриком но это опять же о планах а теперь хочу рассказать соседях вообще о людях которые меня окружают вот соседи так скажем с левой стороны если смотреть сегодня помогли мне приварить отремонтировать ворота дима вот здесь вот вот эта петля была оторвана и дима вот здесь все приварил а почему оторвана петли нужно было смазать солидолом они закислились вот мы снимали ворота с петель запихивали туда солидол и теперь ворота работают нормально дима здесь вот приварил и вот эту петлю тоже приварил с другой стороны говорит а то скоро тоже отвалится в общем теперь ворота работают вот здесь тоже вот эту часть снимали с петель не замазывали солидолом солидол мне презентовал другой сосед который живет через два дома от меня зовут его сергей сергей привет и если меня смотрит и этот же сосед подарил мне лопату вот этой лопатой очень хорошо работать насыпать щебень она видите остренькая в основании ею и копать удобно и она вот так вот не прямая не плоская она вот немножко с изгибом остренькая рассказал как ее точить правильно и здесь эвкалиптовый черенок в общем мне понравилась эта лопата действительно намного легче мне грузить ею щебень от всей души благодарю сереже вот это вот о соседях которые окружают меня которые помогают и словом и делом вот так что люди бывают разные но в большей степени хороших людей гораздо больше вот показываю еще вам как здесь сейчас смотрится мне даже самой не верится что столько работы проделано и как все начинает вырисовываться красота что было и что стало а вот эта сетка это тоже сосед Иван живет тут немножко ниже от меня тоже когда мы делали отмостку я спросила нет ли сетки просеивать песок нужно было под отмостку сюда-то вот сыпать не надо просеивать а вот в раствор в бетон желательно было просеять песок и вот Иван нашел у него не было он как-то у своих друзей взял вот эту сетку и притащил потом мы сделали конечно свою сетку потому что песок был мокрый и не очень удобно через эту сетку было просеивать но дело не в этом дело в том что вот попросила и человек даже у него не было этой сетки но он знал где ее взять и он ее нашел вот так вот такие вот соседи меня окружают так ну вроде-то все вам рассказала из новостей сейчас закрою виброплиту не убираю хочу вот там вот этот клочок купить биотекстиль во-первых и засыпать щебнем не ну трамбовать короче вот здесь если вы видите я по конец и вот здесь тоже нужно выбрать вот этот грунт вот и ну в общем дальше продолжить засыпать щебнем и здесь уложить плиточкой но пока сил не хватает я накрыла вы видите металлическими листами этот участок чтобы ну погибла трава там чтобы полегче было выкапывать этот грунт и этот грунт я уже планирую вывозить уже не на улицу а буду вот сюда вот здесь видите прям яма вот сюда прям буду его ссыпать и уже уже здесь будет полегче все таки здесь недалеко возить вот но этим займусь когда уложим плиточку может быть это будет на следующий год огород у меня зарос травой перец в этом году не ахти он конечно есть но в связи с тем что не было у меня времени заниматься в этом году огородом ах занималась двором ну хотя есть перчики есть не могу сказать что прям так уж плохо но конечно не сравнить с урожаем прошлого года из кабачков тоже вот сейчас надо порвать молоденькие что-то из них делать вчера целый мешок собрала передала своей любимой коровке это вот Валера который возит мне молоко он с удовольствием забрал эти кабачки ну там какие кабачки кабанчики я бы сказала вот ну потому что посмотрела залезла в погреб полно еще икры ну куда его закрывать куда да и времени особо нет и в общем в общем отдала коровке а вот это чудо посмотрите какой это один единственный куст упала семечка из прошлогодних помидор черри посмотрите сколько здесь их навязалось вот этот куст я вообще о нем ну как бы он вырос я его не поливала не заботилась это не куст а это кустище представляете это всего лишь одно семечко упало и вот у меня я думаю в сентябре будут черрики еще так огурцов тьма огурцов просто тьма я не знаю куда их девать я уже и соседке Насте отдавала наверное ведро целое ой опять нарослее посмотрите что творится боже мой опять надо брать ведро ой и собирать я вам просто покажу а вот уже один перерос ну и кошмар какой а друзья вот я один день всего не собирала огурцы один день посмотрите что творится посмотрите что творится ой вот это огурцы называются одни директор а вторые по моему полковник ну что опять буду закрывать ну куда это все девать ой ой боже ты мой ну это уже конечно куда это уже поросенок вот один день я здесь один нет два дня я не была два дня сейчас пойду за ведром и буду вот этот мне очень нравится танкокоры вообще вкусно и буду опять солить пока есть банки буду солить ну между прочим друзьям мне вот такие вот огурцы нравятся вот большие но это конечно вот такие это уже перерос а вот такие огурцы мне нравятся почему-то я не знаю почему смотрите что творится они прям гроздьями растут просто какое-то чудо они огурцы в том году я была рада каждому огуречку считала их а в этом году я не успеваю их закрывать вот пока с вами говорила вот что я на одном месте здесь стояла в общем иду за ведром и буду ой-ой-ой-ой-ой ой-ой-ой-ой-ой боже ты мой это вообще кошмар какой-то это какой-то кошмар ой ну это вообще уже все это поросенок не знаю у кого наверное валерий отдам может быть он курочкам или коровки такие вот большие это уже конечно переросли ужас какой-то кто-то плачет кто-то мне писал из вас что у вас не урожай приезжайте ко мне я вам отдам ой-ой-ой-ой-ой все все друзья пошла я за тарой и буду собирать огурчики и опять солить а дыни сажать больше не буду вон они завязались но они не вырастут вон она маленькая совсем малюсенькая дрова шуруют ну или чистый двор или чистый огород обалдеть опять кабаны просто кабаны ой ладно и лук собирать надо и огурцы собирать и солить надо ну сейчас вот разберусь с помидорами еще помидоры закрывать надо в общем немножко уделю время консервации а потом начну выкладывать плитку во дворе ладно мои хорошие подошли к красоте здесь тоже у меня куст видите куст это помидор помидор черри вон они одно семечко упало и вырос вот такой кустище будем еще черрики собирать ладно друзья на этой ноте буду заканчивать сегодняшнее видео я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока